Могут ли граждане, в частности Саратского, писать на своей страничке ВКонтакте Единая Россия партии жуликов и воров? Не голосуйте за них, они все негодяи и подонки. Их за это заблокируют или нет? Если вы так уж хотите высказать про Единую Россию, вы список составьте определение, направьте туда, там подредактируют, вам вернут. Это же вообще идиотизм! Вы просто господа охренели все! То есть народ свое негодование должен с вами, блин, согласовывать, что ли? Что им можно говорить по поводу вас, а что, нельзя, что ли? Лишь трусость свою показывайте ими, ничего у вас не получится. На этих выборах вы слетите к чертовой матери. Законопроектом предусматривает, что агитация может проводиться посредством изготовления и распространения агитационных материалов, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть интернет. При этом на действие по изготовлению и распространению агитационных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях распространяются условия, определенные законодательством о выборах и референдумах для изготовления и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов. Кроме того, в соответствии с федеральным законом, законопроектом предлагается предусмотреть, что избирательная комиссия области вправе обращаться в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети интернет, агитационных материалов, изготовленных и или распространяемых с нарушением требований законодательства Российской Федерации. Да, Николай Александрович Бушуев, вопрос к Вам. Скажите, вот насколько вот этот закон абсолютно драконовский, абсолютно карательный, совпадает с принципом и Конституцией, и законодательством России, в части права на защиту каждого гражданина. То есть, насколько я понимаю, избирательная комиссия ни с кем не советуясь, принимая решения абсолютно самостоятельно, без суда, без расследования, просто посчитала, что где-то что-то там нужно закрыть, запретить, заблокировать, да, и так далее. Как в этом случае соблюдаются права и свободы граждан? В первую очередь, право на защиту. Ведь мы же с Вами понимаем прекрасно, что после того, как гипотетически что-то там будет заблокировано, вернуть это, развернуть уже будет иной раз невозможно, потому что, ну, собственно, после блокировки происходит удаление и так далее. Скажите, вот с точки зрения конституционного права на защиту, которым многие из Вас здесь кичатся, как это соотносится? Поскольку все заключения я, включая прокуратуру и другие права и органы, дали положительное, я считаю, что здесь все нормально. Что касается прав граждан, то право граждан поддерживать кандидатов сохраняется. Это подтверждается практикой конституционного суда Российской Федерации. То есть, например, за комментарий под постом никого не накажут, доступ к сайту не ограничат, если данная агитация не будет носить признаков экстремистского характера. Вопрос к господину Петрову. Слушайте, вот Вы сказали о том, что право граждан сохраняется. Ну, вот то ли Вы не читали изначально федеральный закон, с которым лично я-то ознакомился, то ли Вы намеренно вводите на заблуждение в силу своей, в первую очередь, партийной принадлежности. Знаете, как говорят, Единая Россия все время врет, да? Вот меня интересует, могут ли граждане в предвыборный период на своих страницах в социальных сетях, не комментариями на сайтах, а в своих страницах в социальных сетях, высказывать вопросы или свое мнение, или предложение, или агитацию за что-либо, или против чего-либо, в рамках избирательного процесса, не являясь субъектами избирательного процесса. Я упрощу Вам вопрос, я понимаю, что нужно разжевать, вряд ли Вы и это-то поймете. Тем не менее, могут ли граждане, в частности Саратского, писать на своей страничке ВКонтакте «Единая Россия» партии жуликов и воров, не голосуйте за них, они все негодяи и подонки. Их за это заблокируют или нет? Я объяснил, существует Конституция Российской Федерации, если Вы не знаете. Есть еще две организации, избирательная комиссия и Роскомнадзор. Там есть специалисты. Если у Вас есть серьезные вопросы, если Вы так уж хотите высказаться про единую Россию, Вы список, составьте определение, направьте туда, там подредактируют, Вам вернут. И после этого Вы их будете использовать. Слушайте, ну вот господин Петров, какая-то садокладчик, как его руководство Думы назвало, ну слушайте, честно сказали, вот блин, не ожидал, да, открыто сказали, прямо сказали на вопрос, да, А что делать вот гражданам, которые, ну, негодуют по поводу той антинародной политики, ненавидят власть, хотят вот везде говорить, призывать граждан, чтобы ни в коем случае этот антинародный режим не продолжил свое существование, да, высших эшелонных вообще во власти в целом. И что он нам сейчас сказал? А Вы, говорит, должны, говорит, согласовывать с властью все. Вы, говорит, туда напишите, Вам там, говорит, подредактируют. Это же вообще идиотизм. Вы просто, господа, охренели все. То есть народ свое негодование должен с Вами, блин, согласовывать, что ли? Что им можно говорить по поводу Вас, а что, нельзя, что ли? Слушайте, это просто, это все рамки границы переходят. Знаете, вот когда я задавал вопрос по поводу, ну, сохраняется ли право или не сохраняется, и Петров лживо, значит, сказал, что нет, права граждан здесь будут сохранены. А что же Вы не сказали, что до сих пор Центр-Избирком и правительство не разработали методику, как этот порядок будет осуществляться? Какие сроки, то штамп предупреждения, а потом блокировка, это Вы четко прописали. А вот порядок, как гражданину себя защитить или как это отменить, Вы это все почему-то, ну, а зачем это прописывать? Это же неудобно. В том числе, граждане пользоваться этим будут и так далее. Гражданин Российской Федерации не может по этому закону в предвыборный период что-то по поводу Единой России говорить. Потому что он не является субъектом избирательного процесса. Он не является субъектом, а значит, не имеет никаких прав. Слушайте, вот то, что Вы тут сказали сейчас, рассказали о том, что это нормально, то есть без суда какая-то там избирательная комиссия будет решать там волю, судьбу там кандидатов и граждан без суда. Это просто беспредел. То, что Вы получили на это положительное заключение, в этом вообще никто не сомневается. Очевидно, да, что Вы в этом невероятно все, блин, вся Ваша шатия братья заинтересованы, потому что впервые Вы столкнулись с таким кризисом, за 20 с лишним лет ничего подобного не было. Вы потеряли монополии на информацию. И теперь Ваш зомбоящик, который люди перестали смотреть, больше не является механизмом манипуляции общественным сознанием. А интернет, где Вас бьют, просто плюют Вам ваши лица, да, рожа хотел сказать, но я думаю, это не совсем поликорректно, в результате Вам не подконтролен, и Вы пытаетесь закручивать там гайки. Я вот чему радуюсь, что практика показала, что все эти огромные, невероятно богатые и влиятельные транснациональные информационные корпорации шлют Вас нафиг. Шлют просто на три буквы Вас хотел бы жестче сказать. Не обращают внимания, а Вы ничего с ними сделать не можете. И задушить полностью, граждане возмутятся, поднимутся, да, потому что, ну, что же еще, так важно сегодня для людей, настолько плотно это вошло в наш обиход. Поэтому и хочется, и холится, и Вы в результате эти законы мерзкие принимаете, лишь трусость свою показываете ими, ничего у Вас не получится. На этих выборах Вы слетите к чертовой матери. Депутат Летневский, Юрий Михайлович, пожалуйста. Ну, время не стоит на месте, да, и интернет давно и прочно вошел в нашу жизнь. Только одни используют этот инструмент во благо, а другие, как наши левые коллеги, на словах только поднимающие проблемы, но не решающие их. Ибо на этих проблемах наши левые коллеги исключительно паразитируют. Им выгодно, чтобы проблем было больше, значит и хайпа в интернете тоже больше. Им не нужно, чтобы действовали единые для всех нормы. Напомню, мы сегодня всего лишь распространяем уже действующие нормы законодательства на глобальную сеть, не придумывая ничего нового. Но порядок и единые для всех правила хайпажорам, не стесняющимся даже снимать из-под тяжка даже личные разговоры, выкладывать это в сеть, распространяющими очень сомнительный контент в своих зомбоящиках, который не направлен на созидание, а напротив, на разрушение, на разобщение, нападение вообще ниже плинтуса общего морального и нравственного облика. В данном случае, я уже говорила, хорошо бы им выучить моральный кодекс коммунизма, и как строителей коммунизма, и задать себе вопрос, могут ли они быть держателями этой франшизы, если этот кодекс нарушают сплошь и рядом. Им не выгоден порядок и закон. Им выгоден хаос. Мы же за здоровую конкуренцию в рамках многопартийной системы, которая сейчас только восстанавливается после того, как была разрушена коммунистами. Придя к власти, они в буквальном, трагическом смысле уничтожили все другие партии, уничтожили миллионы наших сограждан, а сейчас имеют наглость рассуждать о демократии. И, кстати, на прошедших выборах Николай Николаевич Бондаренко нарушал закон открыто, агитируя в день тишины. Никаких санкций не последовало. Ошалевшие от безнаказанности, ошалевшие от вседозволенности, сейчас и здесь заставляют всех плясать под свою дудку. Не позволим, и закон будет принят, и порядка мы добьемся. Депутат Гладков Сергей Михайлович. Спасибо. Я постараюсь коротко. Вот я слушаю речи про хвалебные оды в адрес трансконтинентальных корпораций и думаю, вот все, наверное, это показывает сущность сегодняшних коммунистов, когда они топят за оплот империализма, по-другому не скажешь. На самом деле мотивация негативных высказываний левых коллег или представителей коррумпированной партии Российской Федерации, она понятна. Потому что сегодня придется контент выбрасывать в соответствии с действующим законодательством, а не хайповать, не прилизывать ролики такими, как бы им хотелось сделать. Мы понимаем, что если не будет площадки, ну в кого они превратятся, в бродячих артистов, их даже вот несмотря на то, что цирк-то откроется где-то в июле, их туда даже не возьмут, а прохожие плевать будут в эти вещи. Поэтому вот топят они, непонятно за то, за то, за безнаказанность, за то, чтобы было чем хуже, тем лучше, потому что у них принцип такой. А сущность свою, коммерциализированную, которую... Почему они сейчас хвалят опять все эти платформы иностранные? Да потому что они оттуда деньги получают, просто-напросто. Почему они выступают против закона проекта? Потому что придется работать в рамках правового поля. Они привыкли, не привыкли так. Поэтому не пройдет вот этот трюк с тем, чтобы говорить про ограничение прав и свобод. Вот права и свободы людей ограничивают своим криком, ором, хамством, безнаказанностью. Поэтому сейчас, безусловно, законопроект необходимо поддержать, а наших бродячих артистов, выступающих в жанре буфонады, не слушать. По поводу этого закона хочу сказать, мы движемся прям поступательно, но очень широкими шагами к фашизму. Вы вот это не понимаете, граждане Единоросска? К феодальному фашизму. Вы почитайте, пожалуйста, Стругацких, да? Посмотрите, к чему это все приводит. Для вас же написали это еще тогда. Посмотрите, вот когда вы пытаетесь уже залезть в соцсети, эта сеть, напоминаю, это сеть, в которой люди общаются, не в которой ведется агитация, где люди не хотят, чтобы туда посторонние, они пускают туда только тех, кого считают своими друзьями, кому дают возможность на себя подписаться, кто сам хочет подписаться на того или другого. Не лезьте туда со своим государством. Это люди между собой. Общаясь, вы понимаете, вы куда залазите? Вы скоро под одеяло будете залазить? Смотрите, там не набирает ли он на телефончике, вдруг Путин вор там или, я не знаю, Единая Россия, партия жуликов, воров. Так, это не так, это другие вопросы. Но вы не лезьте к людям-то. Вы потом этих людей лучше убедите в обратном, действиями своими. Юрий Михайлович, а вам я хочу сказать о том, что вы хотели бы, чтобы вы гадили, а мы потом убирали за этим. Да, как вы красиво сказали, вы своими делами должны помогать. Это то, что вы натворите, мы потом должны убирать. Нетушки. Поэтому я еще раз говорю, данный законопроект совершенно не проработан. Нет понимания даже, как люди... Просто создается законопроект, по которому можно будет хватать всех подряд. Или по которому в интернете нельзя будет обсуждать политику вообще. Ну, к чему это приводит? Да, вы говорите, соблюдать закон. Было такое государство, в котором по закону разрешалось сжечь людей, по национальному признаку, по политическому. Это было в рамках закона, который фашисты приняли. Вот вы хотите сейчас уподобляться им, принимать законы, а потом на них ссылаться и говорить, вы действуйте по этим законам. Да, там были... Это все они действовали по законам. Поэтому, я еще раз говорю, если вы идете туда семимильными шагами, к фашизму, к деградации общества, как такового, к вот этому, я не знаю, к страху, вы боитесь народа, страшно боитесь народа, и хотите, чтобы народ вас боялся, боялся что-либо сказать, но не тащите туда страну-то. Идите вы сами в это самое место, где один страх, где действительно жгут книги, нельзя писать в книгах ничего, где жгут людей по их политическим пристрастиям, но вы докатитесь и до этого, вы с удовольствием бы докатились, но пока здесь есть вот эти красные флаги, о них еще помнят очень многие, вы даже их боитесь, этих флагов. Вы, особенно люди старшего поколения, вы так чего их боитесь, вы же прошли вместе с ними. Поэтому этот закон принимать нельзя. Александр Сергеевич, я к вам обратиться, вы вот сказали, что вы выслушали все мнения из ЛДПР, и коммунистов, и Единой России. Я единственно не понял, а где вы мнение Единой России услышали? Вот выступал несколько человек, ни один не выступил по теме. Я смотрел из трех с половиной минут выступления Юлии Михайловны Лютневской, она три с половиной минут говорила об оскорблениях фракции КПРФ, что якобы из-под тяжка я там что-то снимаю. Юлию Михайловну я снимал открыто, и это я горд, что страна так оценит ваши заслуги. Миллион человек посмотрело по социальным сетям, десятки тысяч комментариев, вы же так кичите с ними. Зайдите, посмотрите, как люди ненавидят вас, как вас презирают. Господин Гладков, где сейчас высказывался, мы будем, значит, прилизывать свои ролики. Вы Киселеву Соловьеву расскажите, вы государственным телеканалам расскажите, страдальцы вы. Не можете контролировать редакцию, да? Это как же так? Да вы живете в этом, для вас это норма давно. врать с утра до вечера, а когда вра, в правду слышите, начинайте говорить, это вранье, это надо прекратить срочно. Вот вы в адрес президента позволяете себе высказывания довольно критические, и все время ставите под сомнение его роль. Я вам хочу напомнить, что при Владимире Путине мы получили плоскую шкалу налогообложения, это НДФЛ, 13% действует с 2001 года, что привело к увеличению поступления налога в бюджет. В настоящее время учтены как интересы налогоплательщиков, так и бюджетные системы. Гарантия частной собственности, наземную и новое имущество, конституционный принцип, который нарушается, в принципе, только на территории Саратовской области. А вы на это не обращайте внимания. Внедрение ипотеки, что позволило новоселам получить, стать новоселами много семей и многих людей улучшить свои жилищные условия. Внедрение одного окна, ликвидация внешнего долга, упрощенный режим налогообложения для малого и среднего предпринимательства, укрепление роли РФ в международном пространстве и сохранение целостности государства. Уже этого достаточно, чтобы, по крайней мере, ограничить свои высказывания в адрес руководства государства. И переход на федеральную и международную повестку считают, что на наших заседаниях никак, кроме популизма, назвать нельзя. Поэтому прошу вас прекратить этот избитый прием и возвращаться в прошлое и к международным странам. Это касается как представителей коммунистической партии, так и Единой России. Спасибо. Парадоксально. Депутаты от Единой России несли всякую ахинею, прошу прощения, за непарламентский термин. И когда говорить по существу, уже нам ущемляют время, обрезают. Тем не менее, коллеги, данный закон, он ущемляет права граждан и препятствует развитию демократического общества в России, о чем говорит как раз президент Путин. И если посмотреть, то в последние годы прокатилась волна посадок и уголовных посягательств на свободу граждан за репосты, за лайки. И данный законопроект, он только усугубит ситуацию и будет способствовать социальной напряженности больше. Посмотрите, у нас и так сколько политзаключенных по надуманным предлогам. За что? За просто так. И сейчас вы принимаете данный законопроект, по которому вы будете карать простых граждан за использование ими каких-то материалов в собственных соцсетях. Данный закон принимать нельзя. Закон принимается в первом и во втором чтениях. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить все самое главное и интересное во внутренней политике нашей страны.